здравствуйте сегодня я вам расскажу что нельзя делать за миокулькасом чтобы он у вас отлично вырос выдавал новые листочки и был таким же большим вот это у меня кустик чуть больше года ему если я не ошибаюсь год и 4 месяца ему сейчас вот и он до сих пор выпускает новые новые листики и сегодня я вам расскажу что делать за миокулькасом чтобы он у вас также красиво рос и соблюдать эти правила стоит обязательно итак первое что не любит за миокулькас это залив растений его никогда нельзя заливать поливайте всегда в меру и не часто если вы будете заливать ваши растения то начнут гнить корни когда правильно поливать все зависит от горшка у кого-то просыхает за неделю у кого-то за 2 кого-то за три ощущаете пальчик грунт проверили мокрый ли грунт или сухой и поливаете его обязательно следите за поливом потому что пересушивать тоже нельзя от этого страдает растение например если горшок 2 литра я поливаю 200 миллилитров если 10 литров горшок поливаю литр учтите этот момент и так второе нельзя пересушивать грунт многие считают что за миокулькас вообще можно не поливать и ошибаются в этом потому что знания кулькас обязательно нуждается во влаге если вы перестанете его часто не часто нормально поливать он начнет сушить клубни клубни начнут сморщиваться никаких новых листах речи не будет идти ветки начнутся желтеть сушиться и растение перестанет расти начнет вытягивать влагу из листов и так третья ошибка это огромный горшок когда вы пересаживаете свое растение выбирайте такой горшок чтоб он был высокий и узкий вот тут я пересаживала свое растение с 3 литрового горшка 10 литров смотрите по краям должно быть 2 2 3 сантиметра обязательно то есть выбирайте не на 1 2 литра больше а что было примерно 2 3 сантиметра по краям по диаметру это идеальный горшок если вы выберете узкий горшок и растение начнет расти и вы его там оставите то у вас начнет скидывать ветки ему надо расти он взамен ваших веток будет наращивать клубни но при этом будет забирать один лист поэтому если у вас горшок начал ломиться от того что он перерос обязательно поменяйте на более больше горшок либо делите ваше растение и так четвертое правило что не любит замиокулькас азотные подкормки просто ненавидит хоть это или лиственное растение почему-то его относят к лиственным он не переносит азотные подкормки во первых это клубневое растение упор всегда делаем на клубни листья появляются из клубней поэтому пор всегда делаем на клубни и если будет много азота то листья начнут желтеть и так чем же подкормить его я использую аминосил универсальный а в нем содержится ровная формула нпк смотрите азот 1,8 фосфор калий магний железо кальций тут такие элементы содержатся которые помогают сбалансированная наращивать корневую систему и при этом наращивать листву именно данного удобрения надо 5 миллилитров на 1 литр воды это органическое удобрение которое содержит в себе огромное количество аминокислот а аминокислоты влияет на все процессы растения и тем самым активирует подземную часть растут большие клубни верхнюю часть растет большая листва и при этом растение не страдает от переизбытка удобрений и химии которые вы в нее вливаете такую подкормку можно вносить как раз в неделю как и раз две недели смотря сколько вы подкармливаете вот я поливаю теперь удобрением свой взрослый замина кулька и он смотрите до сих пор выпускает новые новые листья благодаря этому удобрению то есть ему хватает этого удобрения чтобы наращивать массу в нем до сих пор растут клубни он растет в 10 литрах горшках тут больше 30 листов если я не ошибаюсь их 34 листья уже больше метра метр двадцать по моему и вот до сих пор смотрите лезут новые листва то есть это сбалансированная подкормка которая поможет вам поддерживать рост растения уже взрослого растения если не вы не хотите стимулировать сильно активный рост вы можете носить эти подкормки реже а если хотите усилить рост уносите их чаще и так второе удобрение которое мне тоже очень нравится это паста аминосил тут смотрите содержится хлорелла янтарная кислота витаминный комплекс и кучу кучу аминокислот такая связка просто просто бешеная связка для роста корневой системы именно янтарная кислота с аминокислотами запускают бешеный рост корневой системы а все вы помните что влияет на рост замиоколикоса именно корни чем больше клубни тем больше листвы это идеальная подкормка вы можете ее совмещать как с первой то есть смешивать две подкормки если вы хотите усилить и клубни и рост зеленой массы либо вносить раздельно по очереди поливать можно один раз в неделю или один раз две недели зависимости от того насколько часто вы поливаете свое растение учтите этот момент и обязательно никогда никогда не заливайте ваше растение всегда ориентируйтесь на то что у вас просыхает грунт перед тем как вы полили грунт должен просохнуть но не стоять долго сухой при этом тогда вы увидите заметный рост вашего растения пятое что не любит замиоколькос это тяжелый грунт сколько раз я уже говорила об этом но люди все равно говорят что он растет в чистом черноземе то есть привезли с дачи он растет но он растет временно до поры до времени он у вас будет расти а потом зачахнет потому что тяжелом грунте скапливается и застаивается вода в тяжелом грунте вода не уходит а нам надо рыхлый грунт чтобы вода быстро испарялась что я делаю я смешиваю универсальный грунт один к одному с торфом нейтральным верховой я использую агробалт синий то есть одна часть торфа одна часть универсальной земли добавляете немного перлита и добавляете древесного угля все это смешивать и у вас готов идеальный грунт он дышит быстро просыхает растение его любит и быстро растет шестое что не любит замиоколькос это яркое солнце если быть точнее то он не любит южное солнце я не знаю как в других регионов но в сибири именно до апреля можно его держать на южном окне потом у него начинают сгорать листья но южное окно в сибири не такое как на юге поэтому никогда не держите его на солнце иначе листья начнут желтеть он не любит тень ему надо рассеянный рассеянное солнце вот как например орхидея они тоже и фиалки они не любят открытое солнце но они любят рассеянный свет если вы поставите в темноту он у вас не будет расти не будет выдавать новые листья но если вы его дадите ему это небольшое количество солнца то он активно порадует вас новыми листиками если у вас нет возможности поставить на южное окно зимой то ставьте под лампы он вас облагодарит только и выдаст новые листики и так 7 что не любит замиоколькос это сквозняки и переохлаждение я вам даже могу сто процентов сказать если у вас зимой вы открыли окно все ждите беды клубни замерзают не сразу вы это заметите клубни превращается от заморозков ну например переохлаждение в кашу и вы заметите это только через месяц когда у вас начнут отваливаться листья ну или желтеть листья потому что когда гниет клубень по нему не видно по растения это происходит за неделю за 2 начни начнет растение гнить и так восьмое вредители самое страшное что бывает замиоколькосом это вредители которые находятся в почве если вы привезли почву с огорода то травите ее обязательно проколите ее залейте кипятком но дома если у вас есть мошки то большая вероятность что они откладывают яйца в грунт и у вас в почве образуется черви что делают черви они грызут 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 корни грызут клубни и в результате клубни начинают гнить что делать травить травить можно октарой если вы заметили что у вас много мушек и они откладывают яйца травите их октарой делайте все по инструкции полить достаточно два раза с интервалом в одну неделю и так 9 чего не любит замиокулькас животных кстати это ядовитые растения поэтому держите его подальше от ваших животных они любят его погрызть основные травмы растению наносит как раз именно животное грызя листики у растений и так 10 что не любит замиокулькас очень темное помещение в сети да и вообще люди которые покупают замиокулькас считает что замиокулькасу вообще не надо солнца она может расти в подвале в темноте там не знаю в конце комнаты где на него вообще не падает свет люди заблуждаются это вообще южно-африканское растение которое вообще избаловано солнцем и чтобы она реально у вас росло на него должен падать хоть какой-то свет лучше конечно чтобы это было даже южное окно рассеянный свет чем больше будет у него света даже рассеянного света тем большего выдаст новых листов если у вас нет возможности его поставить на окно или на рассеянный свет то можете использовать лампы фито лампы обычные лампы вот у меня большой замиокулькас стоит под лампой небольшой 50 сантиметров на 18 ватт ему достаточно этой лампы лампа розового свечения светит на него и благодаря лампе но это кстати достаточно слабый для него свет 18 ватт если вы хотите больше свет он выдерживает у меня стоял под 50 ватт отлично кстати растет чем больше ватность тем лучше растет но учтите сотню он уже не берет для него это много поэтому выбирайте достаточно 18 ватт розового свечения у меня например лампой от юниел ну собственно вот и все правила что не любит замиокулькас если вы хотите вырастить такое прекрасное растение обязательно следуйте им и у вас все получится это для меня самое беспроблемное растение которое ну можно сказать не требует ухода я его только поливаю 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 и все он сам растет если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена